В Тюменской области сегодня завершился нефтегазовый форум. Главная отраслевая площадка региона работала три дня. Приняли три тысячи гостей. Количество подключившихся онлайн не подают со счёту. На площадке представили 600 проектов, среди которых были и суперсовременные инновационные разработки. Итоги трёхдневной работы форума в материале Дарины Иранцевой. Гостей форума обволакивают звуки джаза, их угощают малиновым киселём и даже отправляют в прошлое. В этой цифровой фотозоне можно перенестись на самотлорское месторождение. Но белые воротнички больше хотят обсуждать чёрное золото. На выставке они показывают свои разработки. Инновации здесь повсюду. Вот, к примеру, робот-пёс по кличке Алиенко. Привет, дружок. Дай лапу. Пока он понимает, только одну команду умеет искать газ в Арктике, но создатели шутят, что к следующему году научат давать его интервью и разбираться в нефтегазовой отрасли. Ещё одно изобретение – такой беспилотник. Его работа всегда на высоте. Он видит метан с воздуха. Когда датчик обнаружит газ, у оператора на мониторе появятся вот такие вспышки. Новые технологии дошли и до медицины. Вахтовики-нефтяники теперь проходят медосмотр в дистанционном формате. Это когда вместо врача умная машина. Она измерит температуру, давление и даже устроит тест на трезвость. Производится проверка на алкоголь. На расстоянии 1-2 сантиметра подходят к воронке и осуществляем продушку. А это ещё одна разработка. Мягкие баки для хранения нефтепродуктов. Они легко утилизируются и скоро полностью заменят металлические ёмкости. Как раньше делали. Раньше в основном в Арктику доставляли всё в бочках. То есть 200-литровые. Соответственно, когда заканчивалось строительство, это нужно было как-то утилизировать. Если вы сводите сейчас на северах, очень много металла там лежит. Соответственно, в советское время не было такого понятия. Сильно экологии не думали. Проблемы экологии, кстати, обсуждали на протяжении всего форума. На деловом завтраке говорили о зелёных трендах. Участникам диалога эта тема пришлась по вкусу. Губернатор Александр Мор заявил о строительстве второго карбонового полигона в Тюменской области. Аналогичный полигон мы планируем создать в следующем году в Тобольске. И, безусловно, здесь самая главная задача этих полигонов – это выработать методики, которые были бы признаваемы международным сообществом, для того, чтобы мы могли доказывать и поглощающие способности наших лесов, наших экосистем. За несколько дней на форуме прошли десятки конференций и круглых столов. Площадку посетил и вице-премьер России Юрий Борисов. Одним из ключевых событий стала стратегическая сессия. На ней обсуждали новую промышленную политику и оценили работу уральского нефтегазового кластера. Движение идет достаточно серьезно, очень быстро. Сегодняшний форум, сегодняшняя выставка тому подтверждение. Очень серьезное направление с точки зрения импортного замещения. В условиях жестких санкций, все, что касается нефтегазового сектора, в этом направлении сделано достаточно много. За последний год ковид внес изменения в рынок труда. Набирать вахтовиков на месторождение стало сложнее. В нефтяной отрасли они теперь на вес золота. Черного. Если сейчас у человека есть возможность за те же деньги работать в собственном городе курьером, он может отказаться от вахты. Всем работодателям стало работать сложнее, сложнее подбирать. Это связано со всеми сегментами. Конечно же, в нефтедобывающей отрасли это тоже достаточно ярко выражено. Массподбор стал сложнее. Сегодня форум завершает свою работу. За три дня здесь было подписано десятки важных соглашений и представлено более 600 проектов, часть из которых в ближайшее время точно будет реализована. Далина Иранцева, Андрей Харкин, Тюменская служба новостей.